Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы на программе «Влияние». Пастор Виктор, приветствую вас. Добрый вечер, доброй ночи. Снова рады видеть вас. Спасибо. Пастор Виктор несет служение пастора в Славянске. Это преображение Господне, название церкви. И у нас специальная тема сегодня. Я снова подчеркну. Тема очень специальная. Это демонология. Да, есть такая наука. И я буду задавать ряд вопросов пастору. Тема демонологии – это особая, уникальная тема. Каким образом началось это служение лично в вашем служении? Это случилось лет 10 назад там, на Украине. Я сидел в студии вместе с оператором. Готовили радиопередачи. И вдруг зашла одна женщина. Она была знакома моей жене. Иногда посещала богослужения, но верующей не была. Читала Евангелие, занималась колдовством. Инопланетян искала. На картах Торо гадала. В общем, женщина, которая была связана с оккультизмом. И вдруг она зашла. И говорит, Виктор, я схожу с ума. У меня в голове голоса какие-то. Я вообще не думал ничего. Просто встал и начал молиться. Она упала на пол и начала кричать. И когда она начала кричать, я прекратил молитву, потому что это было впервые так ярко. И сразу мы поехали к одной сестре, которая имела практику и знание бесов. Начали молиться. И вот здесь впервые, после того, как она покаялась, эта женщина, назовем ее Кустю, допустим, Ольгой. И когда Ольга покаялась, и мы начали молиться об изгнании бесов, бесы начали говорить. И они кричали, мы не выйдем из нее. Она наша. Она хотела исцелять нашей силой. Мы не выйдем из нее. А потом закричали через эту женщину, Ольгу. Говорят бесы, иди к Иисусу, целуй ему ноги, к Иисусу из Назарета. Она встала и говорит, а что это Назарет, я не знаю. И мы ей объяснили. Вот в этот момент я впервые увидел, что стих, который записан в Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих, там сказано, именем моим будут изгонять бесов, Христос говорит, это первое знамение, реальность в наши дни. То есть его именем действительно изгоняются бесы. Мы много молились об этой женщине, и женщина получила полное освобождение. Здорово. Пастор Виктор, каким образом бесы входят в человека? Знаете, много есть каналов, но я бы сказал, давайте основные отметим. Первое, когда есть оккультизм. Ну, во-первых, демонология – это учение о бесах, а оккультизм – обращение к тайным силам, к демоническим силам, к бесам. Люди ходят к колдунам, к бабкам, к ведьмам. Иногда это родовой оккультизм. То есть и дедушка, и бабушка, и папа, и мама занимались гаданием, и это входит в ребенка. Иногда с детства эта проблема. Иногда личный оккультизм. Просто человек начинает искать сверхъестественно. Ну, спиритизм – это когда вызывают духов. Иногда бесы входят посредством того, что человек, и это важный момент, ведет неправильную интимную жизнь. То есть блуд, прелюбодеяние, извращение – это очень часто демоны заходят именно по этому каналу. Дальше я бы сказал так – непрощение. Непрощение – очень часто обиды, которые таятся в сердце годами, десятилетиями. И вот эти горькие обиды – это открытая дверь для бесов. Потом бы я сказал, есть такие формы, как, допустим, депрессивные формы помешательства, когда человек посещает парносайты, смотрит грязные телепередачи. Это постоянно, постоянно, постоянно. И эти образы начинают преследовать. И бесы начинают сначала приходить в человека, а потом входят в человека. Я бы сказал, отметил еще такие вещи, как отверженность, когда человек пережил страшное непонимание, когда его отбросили, измена близких, смерть близких, душевные связи тоже. Душевные связи – это когда, скажем, человек уже уверовал, а его тянет к любовницам, к любовникам прежним. И эта открытая дверь, когда ведется неправильная жизнь, стрессы, аборты, скажем, могут привести к демонизации. Вообще много каналов. Но если говорить о самых главных, я бы сказал так – оккультизм. Потом я бы отметил непрощение и сексуальную сферу. Это, на мой взгляд, по крайней мере, за 10 лет служения я пришел к этим мыслям. Пастор Виктор, такой вопрос. Один из пастырей, это к стыду, говорю, не с тем, чтобы кого-то унизить или выявить неблаговидную сторону христианства, но констатирую факт во свете нашей беседы. Один из пастырей прямо говорит, мне говорит, Юрий, народ церкви привязан к мыльным операм, так называемым. Может ли быть причиной от одержимого человека, бесом, что вот привязан, привязан. Мало того, он даже углубился в эту тему и говорит, ряд из моих членов церкви спешат побыстрее в воскресном собрании отсидеть до конца, потому что в 2 часа начинается мыльная опера на каком-то из светских телеканалов, и они торопятся. Дети, поехали, поехали, мама говорит, поехали, поехали, быстрее, потому что вот, ну, она с кафедры не объявляет, что она на мыльную оперу едет, но, то есть, это яркие примеры того, что человек уже подвержен и один из кандидатов на проблему. Очень серьезно. Это правда, потому что, знаете, что бы ни стало идолом в сердце христианина, это открытая дверь. По крайней мере, апостол Павел говорит такие слова, там об идолах как раз и идет речь, говорит, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесом. Да, через вот эти, через вот этих идолов открытая дверь, и потому в наших собраниях масса странных людей, люди, которые спят на богослужении и вскакивают после аминь, люди, которым неинтересна Библия, и для них Библия это снотворная таблетка, открывают и через 5 минут спит. А смотреть порнографию, смотреть мыльную оперу до 2 часов ночи не будут глаз сомкнуть. Наши проблемы, в наших церквах море проблем, потому что вместо того, чтобы в центре был Иисус Христос, начинают появляться идолы. Апостол Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Знаете, я бы перечислил следующие признаки. Во-первых, он внутри мучится, скандален, ярости нагна. Иногда гнев приходит до такой степени, что глаза стекленеют, взгляд стеклянный, и иногда плохие слова вырываются из душ этого человека. Он пытается контролировать, но ничего не получается. Иногда богохуйные мысли. Мне приходили молодые люди, которые ни разу не грешили блудом, и говорят, у меня такие сексуальные фантазии развиваются. Я спрашиваю, смотрел порнографию? Говорит, да. Я говорю, знаешь, какая ситуация? Ты же даешь место дьяволу. Очень важно, на мой взгляд, очень важно, что когда у человека в голове нет порядка, и там богохуйные мысли, в общем, пассивные мозги, да, это мастерская для бесов. Скажите, есть ярко выраженная одержимость, а есть завулированная и скрытая? Ярко выраженная, это уже когда демоны контролируют волю человека, когда они контролируют его разум, и практически личности остается меньше, чем их власти. А вначале человек просто имеет беса. То есть, что значит имеет беса? Какую-то сферу его жизни контролирует бес, и отличительная черта человека, имеющего беса, или демонизированного, это гонимость ко греху. Внутри наступает как жажда, как голод. Ну вот вы рассказывали, срывается в два часа, и бежать мыльные оперы смотреть. Срывается и в порнографию, срывается к алкоголю, к блуду, клянется, плачет, не буду больше. И опять через некоторое время он уже не может, потому что та сила, демон — это личность. То есть, демон — это личность. Я бы хотел задать вам вопрос следующего содержания. Бытует мнение, что бесы и демоны — это так называемые падшие ангелы, которые некогда были свергнуты из неба, те, которые восстали против Бога, то есть бунт сделали против Бога, и они превратились в демонов и в бесов. То есть, насколько правдива вот такая формулировка? Нет. Библия говорит о том, что, допустим, Евангелие от Матфея, 12 глава, 43-45 стих, говорится о том, что когда бес выйдет с человека, он ходит по безводным местам. Ангелы летают. Любые места, где говорится об ангелах, там можно встретить, что прилетел, но никогда о бесах не говорится, что они летают. Второй момент, что ангелы имеют свои тела и никогда не входят в человека. А бесы — это личности без тел. Они имеют ум, волю и чувства, это личности, и они свои злые желания высказывают через тело человека по бедности животного. Ну, гадаринский вариант, когда вышли, вот легион бесов и в свиней вошли. Так что ангелы падшие — это одни существа, а бесы, демоны, это бесы и демоны — это одно и то же, но это совершенно другие существа. Знаете, в Евангелии от Луки, в 13 главе, с 11 по 16 стих, рассказывается такая история. Одна женщина пришла в синагогу, и Христос пришел туда, и она была скорчена. И сказано, она имела духа немощи. То есть она здравым умом была, но 18 лет была скорчена. Христос возложил на нее руки, изгнал этого духа немощи, и она выпрямилась. Это иметь беса. То есть проблема, когда человек имеет беса, это может быть и физическая, когда контролирует бес тело человека, и духовная, какая-то сфера. Ну, допустим, человек нормальный, умный, все нормально, но сфера его сексуальная контролируется бесами, и там проблемы. Или склонен к алкоголю, настолько он зависит от беса этого алкоголя, что он не может, плачет. Ну, он так умный человек, может отлично знать Библию. А одержимый, Иван Леотеана, 10 глава, в 20 стихе, говорится, что евреи говорили о Христе плохо, и говорили, что вы слушаете, он одержим. Да. И он безумствует. То есть одержимость, это полный контроль беса над разумом человека. Вот это уже одержимость. Это высшая стадия уже. Да, демонизация высшая стадия, это одержимость. Вот здесь это уже серьезно. Но демонизированный вначале может прийти к тому, что начнется одержимость. То есть это не из того ли примера, когда Христос говорит, когда бес уходит, да, и возвращается, и находит этот дом чистым, там, по-моему, убранным. И не занятым. И не занятым. Да. И затем возвращается с семью. Это уже ярко выраженная форма одержимости. Юрий, там семь злейших. Там семь злейших. Да. Не просто злые. Есть злой дух, а злейшие приходят. Да, да, да. И говорится, последние с таковыми бывает хуже первого. Да. Вот тогда имел он беса. Да. А когда семь злейших пришли, вот тогда и наступает одержимость. Потому что в человеке может быть не один бес. Скажите, какие имена бесов есть? То есть по Писанию мы находим, что мы знаем их некоторые характеристики, и также знаем некоторые имена. Да. Давайте перечислим. Допустим, в Библии, в Ветхом Завете, можно встретить дух блуда, дух лжи, дух ревности, дух усыпления, дух опьянения, злой дух можно встретить в Ветхом Завете, в Новом Завете, глухой, немой, немощи дух, нечистый дух, обольщение, заблуждение, дух, антихристодух, то есть достаточный. Вот и дух обольщения, можете углубиться? Да, конечно, можно. Дух обольщения, он работает над разумом человека. Посмотрите, что говорит святой Павел. Он говорит, смотрите как, говорит, в последние дни отступят некоторые от веры внимая духом обольстителям и учением бесовским. Это будут верующие, которые отступят от веры, и они будут внимать духом обольщения. Обольщение – это увлечь человека, обольстить человека. Скажем, дьявол обольстил Еву, и святой Павел говорит, чтобы ваши умы не были обольщены, то есть когда человек увлекается чем-либо, какими-то лжеучениями, и в центре не есть святая жизнь, и Христос распятый и воскресший, и когда его разум начинает потихоньку контролироваться бесами, и эти бесы показывают, иногда извращают Писание, бесы обольщая человека. И с обольщенным очень трудно говорить, потому что обольщенный считает себя, что он умнее и более здравый, чем... То есть он превратно толкует Писание. Да, да, да. Бывает такое обольщение. То есть мы можем ли мы отнести к обольщению вот целый ряд лжеучений и их последователей? Это мормоны, это свидетели и Иеговы. Это полное извращение Библии. Это всевозможные... Да, это даже последователи так называемого христианства, но во главе которых не стоит ни Господь, ни Его Святое Слово. Там нет креста, там вытеснута кровь Иисуса, изучение. И святая жизнь тоже. То есть это явное обольщение. Обольщение. Понимаете, есть иной Дух, есть иной Иисус и есть иное благовестие. И вот это и есть проблема. Потому что настоящий Голговский крест, он ведет к тому, что надо пройти распятие ветхого человека. Потому что настоящее Евангелие это отвержение себя. Настоящее Евангелие это кроткий и смиренный Дух. Настоящее Евангелие это устройство семьи по принципу мужья любят своих жен, жены повинуются своим мужьям, а дети почитают родителей. А когда человек ищет королевскую дорогу в рай вне креста и вне распятия, вот это и есть обольщение. Могут ли христиане иметь бесов? И второй вопрос, прошу прощения. Христиане могут, но может ли рожденный свыше человек иметь бесов? Да, да, да. Хороший вопрос, хороший вопрос. Мой ответ. Вот, 10 лет занимаясь этим служением, я предложу вам на размышления нашим телезрителям ответ. Пусть подумает каждый. Исполненный Духом Святым христианин, живущий свято и чисто, не может иметь никакого беса. Человек, ну скажем, как Варнава, муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Безусловно, тот, который в нас, сильнее того, который в мире. Это безусловно. Но, если рожденный свыше не хранит себя, лукавый прикасается. Если христианин начинает давать место дьяволу, вот здесь начинаются проблемы. Конечно, удобная идея рожденный свыше никогда не может иметь беса. Идея сама удобная. Приятная. Да, приятная. Но только святая и чистая жизнь защита от бесов. Если только человек дает место дьяволу, то в Писании есть такие места Священного Писания. Допустим, Павел говорит, святой говорит, предал сатане Александра и Минеяш, чтобы научились небогохульству. Вознемождение? Или там, это другое место? Это в Коринферах написано, что предал сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен. Наша греховность, несмотря на то, что мы члены церкви, рождены свыше, если мы не свято, чисто ходим, верующий человек может иметь бесов. Христиане, ну, христиане, могут упасть в блуд, падают, закончить жизнь самоубийством, делают, попасть в тюрьму из-за преступления, там находятся, бросить семью свою, ну вот, к сожалению, быть в порнографии, вот занимаются этим, алкоголем заниматься, и многими преступлениями, и даже наркотиками. Да, так получается, самоубийство может закончить, блудить может, прелюбодействовать может, а без, ну никак, ну что-то не согласуется. Ну, действительно, как бы ни звучало это категорически, но этому есть место, и, наверное, в практической жизни. Могли бы вы, вот, хотя бы некоторые примеры привести этого? Да, да. В знак предупреждения и предостережения. Да, да, да. Я могу привести примеры из жизни. Я обратил бы ваше внимание на два момента. Первое. Иногда люди приходят, с мира, в нашей церкви 95% пришли люди с мира, и они там были и в колдовстве, и в разводах, и в блуде, ну, в общем, жизнь как жизнь, греховная. Покаялись, и потом подходят и говорят, даже членами церкви стали, говорят, не могу спать без света, кто-то душит меня по ночам. И когда они слышат о проповеди о демонологии, об изгнании бесов, неверующие очень открытые. Они приходят и говорят, надо беса изгнать, мучить меня по ночам. И мы начинаем молиться. Бесы проявляются. Этот человек бросил курить, пить, и действительно получил рождение свыше, покаялся искренно. Но какая-то сфера была под контролем. Мы молимся, и люди получают освобождение. Вообще неверующие пришедшие в церковь, они гораздо открытий. Второй пример. В нашу церковь пришла женщина, ну, допустим, назовем ее Любой, да? И этой молодой женщине 25 лет, у нее ребенок, муж в тюрьме, и она покаялась, членом церкви стала, и говорит, со мной что-то странное делается. Я бью своего ребенка так, что я боюсь, что я убью его, гнев и ярость. Потом я, говорит, плохие слова говорю. Ну, мы позвали ее, начали говорить с ней. Она говорит, хорошо, я приду на освобождение, по-моему, у меня бесы. Пришла, я говорю, завтра приходи. Она исповедовалась, завтра приходи. Она говорит, не, я не могу завтра. Я всем девчатам на работе сказала, что я пошла в церковь бесов изгонять. Попробуй бы наши, чтобы они признались в таких делах. Бог помиловал ее и освободил полностью. Она была искренно, никто не подозревал, что в ней бесы есть. Она умная, нормальная женщина, но она говорит, что со мной какие-то ненормальности. Ярость, которая накрывает меня, я не пойму, через меня идут плохие слова, это одна грань. А вот вторая грань, более сложная. Верующий человек, ну, скажем, в детстве, родился в христианской семье, я тоже родился в христианской семье, и, безусловно, биологическая церковь не понимает этого по некоторым причинам. Потому что в 60-е, 70-е, 60-е, 70-е годы редчайший случай, чтобы бесы изгоняли. А потому что была святая чистая жизнь. Я иногда рассказываю такую интересную историю. Захожу домой, Юрий, а сын Эдуард у меня в интернете говорит, папа нашел в христианском сайте интересную такую, ну, рассказ интересный. Я говорю, ну, прочитай. И он читает. Идет большое богослужение, христианка, вышла солистка, поет, поет, в зал плачет от ее пения, потом закончила она, вышла и говорит этот человек, вижу, зашла за угол, достает сигарету и начинает курить. И говорит, у меня от ужаса, чуть пива с рук не выпьет. Так вот, так вот, понимаете, какая ситуация? Ситуация какая? Что такого юмора в 60-е годы никто не понял, а сейчас понимают. Итак, я продолжаю, я закончу сейчас. Когда верующие люди, рожденные свыше, начинают грешить и начинают давать место дьяволу и начинают заниматься грехами, не просто случайно согрешил и покаялся, а система, жизнь во грехах, наркотики, То есть это образ жизни? Да, блуд, пьянки, это образ жизни. Вот тогда демоны входят в человека и начинают мучить его. И потому у нас собрание немало странных людей, и действительно верующий человек только через грехи может быть демонизирован. Слова Христа о том, что сей род изгоняются постом и молитвою относятся к определенному виду и характеристику бесов или в целом требуемые огромные невероятные усилия для того, чтобы любой бес он ушел из человека. Я скажу так, что есть слабая форма демонизации и при слабой форме демонизации молитвы даже без постов дают результат. Но есть уровень демонизации, когда без молитвы и постов ты не достигнешь хороших результатов. И потому наша команда перед тем, как служить людям, мы постимся, мы молимся, у нас есть молитвенная группа, мы ищем лица Господнего, и это то, что сказано было Христом, это верно, род определенный, уровень демонизации определенный, невозможно освободить человека без постов и молитвы. Пастор Виктор, поступил вопрос, откуда пришли бесы? Существует несколько теорий, но перед тем, как отвечать, я процитирую второзаконие 29.29. Там сказано, что открыто, то для нас, а что сокрыто, то для Бога. Так вот, теории следующие. Первая, они были свержены с небес вместе с сатаной. Вторая теория, что это духи, души людей, которые погибли при потопе. Третья теория высказывает еще эту мысль, но это теории все, что была краса каких-то существ, которые существовали до появления человека на земле. Но я хочу сказать, что точно, вот сказать конкретно, человек не может. Я придерживаюсь мнения, что они были свержены вместе с падшими ангелами, вместе с сатаной с небес. Следующий вопрос. Может ли быть бес в ребенке? И может ли бес войти при рождении ребенка? Спасибо. Прежде всего, может ли быть бес в ребенке? Да, конечно. Девятая глава Евангелия от Марка, мальчика привел. Отец плачет и говорит, ученики не могли изгнать. Христос спрашивает, веруешь? Он говорит, Господи, верю, помоги моему неверию. Интересно то, что отец говорит. Бес бросает его и в огонь, и в воду, и хочет погубить. При новолунии он беснуется. Поэтому, да, в ребенке может быть бес. Может быть бес. И, как это, ну, может быть, для некоторых не странно, но когда родители живут неправильной жизнью, когда родители занимаются оккультизмом, колдовством, то бесы могут прийти, даже войти при рождении ребенка. Ребенок рождается, я вам расскажу одну историю, и уже бесы. Я знал и знаю одну женщину, допустим, она пусть будет из Грузии, назовем ее Светланой. Ее взяли с детдома. 16-летняя мать бросила ее и сбежала. И она рассказывала мне, что, говорит, я 8 лет уже ощутила, что во мне кто-то живет. И потом, говорит, я не читала ни черной магии, ни белой магии. Внутри был кто-то, кто учил меня. И когда мне было 19 лет, я лежала на постели, и я сказала, Люцифер, владей моей душой, духом и телом, я отдаюсь тебе. И с этого момента она говорит, что бесы начали очень сильно проявляться в ней. Они давали ей прорицание, дар. То есть она знала все. Ну, дар прорицания, описанное в Девиане Святых Апостолов, 16 глава, 16 стих, там одна кричала, идя за апостолами, серобы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. У нас бы, возможно, эту служанку пригласили бы в собрание ей сказали, у сестры великолепный дар, Бог открывает все. А в лучшем случае, может быть, диаконисой сделали бы? Ну, это для начала, возможно. Так вот, эта женщина, когда мы с ней говорили, она говорит, это у меня с детства. И говорит, и сны, в которых я летаю на шабаш, и выхожу из тела, это у меня с детства. Я много говорил с ней о том, что надо принять Иисуса Христа и отречься. И мы молились, и очень сильное проявление. у этой женщины были. Скажите, почему не во всех церквах молятся о освобождении? И даже избегают темы, такой темы, как наука о демонах, демонологии? Юрий, мое мнение, что в нашей церкви придет изгнание бесов и власть над демоническим миром тех, кто любит Господа. Первое знамение, которое Христос сказал после того, как проповедуется Евангелие, 15 стих говорит, Евангелие от Марка, 16 глава, идите проповедуйте это Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А в 17 стихе уже говорится первое знамение, именем моим будут изгонять бесов. Это первое знамение. Второе знамение будут говорить новыми языками. Почему? С одной стороны, потому что те, которые не изгоняют бесов и не думают об этом, они не занимались миссионерством среди язычников. Пусть поедут в Африку, в Россию, в Украину и начнут создавать новые церкви, и они сразу же столкнутся с демоническим миром. И надо что-то делать. Второй момент, мне кажется, что религиозная гордость. И здесь такая закономерность. Мы все знаем, мы все правильно понимаем, неисследимое богатство нам открыто полностью, и кто говорит, что мы чего-то не знаем, тот еретик. Если мы этого не знаем, следовательно, все, что мы не знаем, это ересь. Мы знаем, только мы знаем, чистое евангельское учение. Пастре Виктор, право на молитву об освобождении имеют любой христианин, подчеркиваю, рожденный свыше, или особая плеяда служителей помазана для этого служения? Нет. Как говорит Христос, верующих в меня будут сопровождать все из нами. Если человек зрелый христианин, если он верой постигает это, и Бог призывает его на это служение, он не обязательно должен быть служителем. Ну, скажем, в нашей команде есть сестры, которые не несут официально в церкви никакого служения, но, тем не менее, они с верой молятся об изгнании бесов над женщинами. Есть декана, есть пастора, но это момент веры и момент сострадания к тем, которые мучаются в демонических цепях. Требуется ли специальная подготовка к служению освобождения? Требуются ли специальные характеристики к тому, который упражняет это служение освобождения? Или это, как вы говорили, у веровавших? Но у веровавших это более обобщенно. Хорошо. Я попытаюсь ответить. Ну, на мой взгляд, категорически нельзя молиться младенцам во Христе Иисусе. Допустим, Иисус Навин долгое время был при Моисее, а потом стал вождем израильского народа. Елисей лил воду на руки Илье, пророк. А потом, после того, как тот был восхищен на небеса, он стал пророком в Израиле, Елисей. То есть, если человек хочет заниматься этим служением, он должен быть рядом со зрелыми христианами. Жизнь его должна быть святая и чистая. Потому что, смотрите, в Деянии Апостолов, 19 глава, 15 стих, там семь сыновей с Кевы задумали изгнать беса с одного человека. И говорят, вот именем Иисуса, которого проповедует Павел, мы приказываем, выходи. А бес сказал, Иисуса знаю, и Павел мне известен. Бесы отлично знают ситуацию. И когда человек в грехах начнет их изгонять, то, возможно, очень серьезные проблемы. Поэтому могут изгонять люди, которые живут свято, чисто, которые сострадают и любят грешников, у которых эти проблемы. Но практически, скажем, я бы советовал людям почитать хорошую литературу, много хороших книг, которые рассказывают о том, как изгонять бесов. Я когда начал вот вместе с братьями, с сестрами читать книги эти, я понял, что мы многих ошибок избежали, многих ошибок избежали в служении, потому что прочитали книги. И еще, Юрий, знаете, что я понял? Я понял, что до нас этим занимаются уже 2000 лет. Для меня это была Эврика, и мне казалось, я нашел, у меня счастье от того, что бесы повинуются, но точно так вот, как там кричали, о господи, и бесы повинуются. Вопрос поступил, шейсофрения, это болезнь или одержимость? Очень часто, очень часто это духовная проблема. Это духовная проблема? Очень часто, да. Эпилепсия, это болезнь или это одержимость? И так, и так бывает. Эпилепсия бывает, скажем, как у мальчика в 9 главе Ивана Леотмарка, это была эпилепсия, потому что его бросило, он пеносорта, трясет его, стал как мертвым, да, это демоническое проявление. А есть, это чистая физиология, например, попал в аварию, да, ударился, и после этого вот такие припадки с человеком, потому что, ну, действительно, головой ударился и повредил мозг. То есть, бывает и так, и так. Люди подвержены так называемой лунатике. Это одержимость или это отклонение в какие-то симптомы непонятные в физиологии человека? На мой взгляд, это за лунатизмом стоят бесы, потому что, посмотрите, Иван Леотмарк, 4.24, там говорится, что ко Христу приводили одержимых различными болезнями лунатиков, и он их исцелял. На мой взгляд, за этим стоят демоны. По крайней мере, приходилось молиться о людях, которые страдают лунатизмом. при разводе, при разводе, может ли человек стать одержимым? Да. Первый вопрос. вы знаете, по-разному переживают разводы, потому что некоторые же разводятся, очень громко разводятся, унижают друг друга, обижают другом. Вообще, развод, развод, это трагедия для женщины, трагедия для детей, трагедия для мужчины. И поэтому, если только вот эта травма духовная, очень серьезная, и, скажем, непрощение за измену мужа или измена жены, и развод, то после этого, да, может бес войти в человека, и начнутся очень серьезные проблемы. Такой вопрос. Вот есть ветвь христианства, и многие из наших телезрителей, выходцы из бывшего, вы, наверное, относили, а по большому счету и продолжаете относить себя к этой, так называемой, правильной вере. Там, вот, бабушки, они советовали, когда приходили с проблемами, говорят, у меня дочь или сын, или муж, или жена, или родители, или там то, другое, и третье, и вам советовали сделать какое-то там, что-то, поставить несколько свечек, потом... Заговоры. Заговоры. Потом это положить под подушку, потом это зашить, потом это носить. Во-во-во-во-во. Этого моря, этого моря, и люди приходят, и я вам скажу, что да, да, через эти заговоры, через эту воду, через различные вот эти суеверия, когда человек начинает страдать от суеверия, бесы атакуют человека, и начинаются серьезные проблемы. Да, еще раз дать, верующий человек не должен быть суеверным, а сколько людей, скажем, суеверных, которые... Черная кошка перешла дорогу, это к несчастью, соль рассыпана, к чему у нас? к ссоре, по-моему, ладонь левая чешется, некоторые говорят к деньгам, я обычно говорю к изгнанию, скорее всего, будет. Скажите, вот те, которые прибегали к шептунам, к варунам, являются ли прямыми кандидатами на одержимость, или они могли и избежать этого, обращаясь к этим всяким мной перечисленным? Я хочу сказать так, что большой процент людей, которые занимался и обращался к шептунам, чревовещателям, гадателям, прорицателям, имеют печать проблем. Большой процент. Есть определенные люди, которые более сильные, и демоны не так атакуют их, потому что внутри или воля более сильная, или в роду не было демонизированных людей, но если есть какая-то предрасположенность к демонизации, то вот эти люди, скажем, очень-очень-очень могут пострадать от того, что обращались к шептунам. Ну, такой пример, если можно. Пожалуйста. Одна женщина имела головные боли жуткие, таблетки не помогали, врачи тоже не помогали, обычно, ну, как, среди женщин, пойди вот к тому колдуну он все вылечит. Она пошла, он действительно что-то говорил, шептал там, потом написал, положил ей эту записку в волос на голове и говорит, пожалуйста, не трогай. Она пошла к служителю, а служитель расспросил, куда ходил, а так, говорит, так колдуну, колдун все сделал, и, что интересно, иногда у колдуна Библия лежит, иногда отчинаш там читается, заговоры разные, а потом я отчинаш для того, чтобы усыпить все это дело. Служитель расспросил, говорит, а как было, а что было? Да, говорит, в голову мне положил что-то, а слушатель говорит, давай достанем, она говорит, сказали нельзя, но он говорит, давай, но все-таки убедил, прочитали записку, пастор рассказал мне, говорит, сам читал, сатана, оставь ее этими болями, после смерти душа ее будет твоей душой, поэтому те, которые обращаются к ведьмам, к колдунам различным, они очень серьезно попадают сами под демоническое влияние. Пастор Виктор, те, которые давали обет, так называемый, продавая свою душу дьяволу и говорили в погоне за успехом, за именитостью, за популярностью, за богатством, за преуспеванием, процветанием и т.д. и т.п., вот таковым людям какой вид освобождения требуется для того, чтобы вот была порвана полностью эта связь, их обета, которые они давали, а некоторые давали 20, 30, 50 лет назад, но душа-то продана, слово-то сказано было, вам слово, пожалуйста. Вначале пример, а потом ответ. Молодой человек пришел к нам лет 22, демоны, я спрашиваю, как началось, он говорит, я заключил завет с сатаной и сказал ему, сделай меня богатым, и я буду тебе служить, я отдаю душу свою тебе, ну, завет с сатаной, и говорю, как? Ну, он говорит, я думал, как, сначала сатана отдаст мне богатство, а потом я покаюсь, и с богатством буду служить Богу. Хотел схитрить. Да, ну, сатану, в общем, обмануть это. Хотел покататься на бесах, но не вышло. Бесы как раз богатство не дали, а демонизацию дали. Теперь строго по вопросу. Люди, которые вступают вот в завет с сатаной, обычно, чего люди ищут? Первое, богатство, второе, личное счастье, и третье, здоровье. Обычно, те, которые ходят к гадалкам, три момента. Это богатство, личное устроенное жизнь и здоровье. Люди, которые заключили завет с сатаной, иногда это кровью делается. Если они осознали, что... Кровный завет, так называемый. Да, есть кровный завет. Есть кровный завет, есть более серьезные вещи, когда среди сатанистов были эти люди, участвовали в оргиях различных, ну и прочие вещи, а потом выходили и разрывали заветы с сатаной. Это очень трудный момент, но я хочу сказать, что если человек хочет получить освобождение, он получит. Но это нужно молиться с постом, это нужно в сердце положить, что я разрываю сатаной, буду служить Богу и стать на стражу своего сердца, потому что, если в 12 главе Евангелия от Матфея сказано, бес говорит, возвращусь в дом мой, у него есть желание у беса возвратиться, то при заветах бесы преследуют этих людей, даже когда они отрекутся от сатаны определенное время. Но Христос сказал, допустим, ученикам, Иван для от Луки, 9 глава, 1-2 стих, там говорится, дал власть над всеми бесами. Я глубоко верю, что если человек хочет порвать сатаной, и он заключил завет этот в неведении, не зная Бога, Бог поможет и человек может получить полное освобождение. Слава Богу. Штат Мизури, мы слушаем вас в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста. Вы можете говорить. Да, слушаем вас. Я вас приветствую, братья. Приветствую. У меня такой вопрос. Я читала книгу Виктора Куриенко «Наша новая жизнь». И я помню, я там читала о постельном пессе он писал. Может он обширнее сказать, рассказать или даже привести примеры жизненные, если он может с нами. Спасибо, вопрос. Если, пастор Виктор, можете чуть сжать, очень много людей задают вопросы. Хорошо, тема деликатная, но я буду откровенен, потому что я завтра улетаю уже. Так что можно. Да, действительно, там в этой книге моей описывается следующая ситуация. Молодой человек, мужчина лет 30, начали молиться об изгнании, его бросает, бесы орут, они выходят, они с воплями, кричат, трясет его. Кому-то из служителей слово знание, и он говорит, демон, имя твое. И демон говорит, постельный разврат. Служитель спрашивает, ты живешь с женой оральным сексом? Он говорит, да. Служитель говорит, если не покаешься, не выйдут. Он кается и буквально, мгновенно получает полное освобождение. Я хочу сказать, я хочу сказать, что брак должен быть честен, ложи непорочные. Всякие половые извращения, мужчины молодые насмотрятся порнографии, извращений, а потом, а потом проблемы начинаются. В христианстве должна быть чистая сексуальная жизнь. И если там нет чистой сексуальной жизни, там начинается тяготеющая рука Господня, там начинаются проблемы в семье, а в некоторых семьях демонизация. Вот по ходу вопрос сразу, как изгнать дух порнографии, и что делать, если жена не хочет иметь интимной жизни? А первое, одно взаимоисключает другое. Первое, дух порнографии, если это один и тот же человек спрашивает, или разное? Нет, это один и тот же. Ну, первое, что, знаете, к демонам очень широкая дорога, а оттуда очень сложная. Если человек осознает, что он завис на порнографических сайтах, и зависим уже от них, ему надо прийти к служителю, которому он доверяет, местному служителю, раскаяться, исповедаться, отречься, взять пост и молитву, и отречься очень серьезно. И тогда интимные моменты в семье, я думаю, наладятся. Потому что нельзя дешево грешить. Всякий грех имеет последствия в этой уже жизни, не говоря о вечности. Нельзя немного пива, немного молитвы, нельзя немного порнографии, немного песен в воскресный день. Так не пойдет. Если человек хочет святой чистой жизни и хочет, чтобы в семье было хорошо, мужчины должны быть священниками в доме, любить Бога и заниматься семьей, а не лазить по разным грязным порнографическим сайтом. Оксана, вы в прямом эфире. Добрый вам вечером. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. То есть вопрос, что не противоречит ли... Нет, конечно, никаких противоречий. Если говорят о том, что... Если говорят, ну, у нас деликатная тема пошла, ну, наверное, это беспокоит людей. Беспокоит, да. Знаете, если говорим о том, что оральный секс грех, то где вы читали в Библии, скажем, что муж-праведник познал жену свою, уста ее. Всегда, говорится, допустим, Адам познал ее, она зачала. Есть естественные сексуальные отношения. Второй момент. Посмотрите в Библию внимательно, и там говорится блуд, прелюбодеяние и всякая нечистота не должны даже именоваться. Верующие люди когда цитируют писание «Жена невластна над своим телом», это ни в коем случае не значит, что грешник-муж может заниматься чем угодно, как угодно, и что насмотрится в порнографии. Павел говорит, ложа ваша будет непорочна. И говорит, каждый умеет соблюдать свой сосуд не в страсти похотения, как язычники, как язычники живут, любыми извращениями. Гомосексуализм, лесбиянство, анальный, оральный секс, все любые формы. И посмотрите, семьи рушатся, проклятия, дети идут в наркотики, и дети являются их проблемой. У них же все можно, у язычников. А Павел говорит, что умеет соблюдать свой сосуд не в страсти похотения, а в чистоте и святости. Поэтому эта сфера очень плохо, что во многих церквах не говорится о чистой жизни в этой области. Но жена, да, не властна над своим телом, но муж, но это речь идет о естественных, сексуальных отношениях между мужем и женой. Посмотрите Библию, там написано, и познал ее, она зачала. Второй момент, что когда мужчины, 90% этих проблем исходит от мужчин, они или ломают свою жену, или уговаривают. И только немногое, небольшой процент женщины проявляют, когда боятся забеременеть, ну и прочие вещи. Но всегда эти грехи разрушают семью. Я не видел благословенных людей, которые жили бы вот такой грязью, а потом благодать на них и благословение, все было нормально. Знаете, а я, может, эмоционально начал говорить уже. Вы здорово говорите. Вы говорите прямо, не утаивая ничего. У меня есть диск «Тайны семейной жизни». Там только для взрослых. И однажды я был в одном штате, ко мне подошла 30-летняя женщина, она отозвала к меня в сторону, говорит, я прослушала ваш диск вместе с моим мужем. И говорит, мы все наладили, исправили все, покаялись. И говорит, у нас теперь молитва есть, благословение есть, мы любим друг друга, но мы все убрали, грязное, неестественное, не Богом задуманное. И поэтому я мужчинам хотел бы сказать, мужчины, если хотите к седине иметь благословение в своих детях, живите свято и чисто. Мужчины, грехи, которые не распяты в отцах, увидим в своих детях, и тогда будем плакать и рыдать. Поэтому умнее всего в молодости жить свято и чисто. И в старости при седине у тебя будут прекрасные дети, прекрасные внуки, благословение в твоем доме и твоя любимая жена с тобой. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, было откровение, даже пророческое слово было в одной из церквей не так давно, и это лично пастырь со мной делился, Господь следующим образом предостерегал свой народ, говоря, что из бездны были выпущены огромное количество бесов и демонов сексуального разврата. То есть и то, что мы видим, мы даже потом беседовали несколько минут с ним, то, что мы видим на лицо ярко выражено, что вот этот эрост, так называемый, он настолько проявляет себя, начиная с детского возраста, одна из матерей нашей семьи, близкая подруга, моей жены, и следующая сказала вчера, говорит, ребенок, девочка возвратилась из школы и слезно просит свою маму, чтобы забрать ее со школы. Говорит, ну, ребенку еще, наверное, десяти нет. В школе, говорит, сплошь и рядом детки занимаются развратом. В туалет нельзя зайти. Я говорю о ваших детях, друзья. Я не говорю о Марсе и за Нептун я не глаголю. Я говорю о том, что происходит в этой стране, это в Штатах, где вы живете. Мама, забери, меня, говорит, я больше не могу. Правильная, праведная и правильная душа этого ребенка стянает. Это десятилетний ребенок. Представьте себе, действительно, выпущена эта свора, свора под названием этих бесов, для того, чтобы развращать, для того, чтобы с младенческого, простите, возраста извращать нормальное, естественно, и заменять это демонским, дьявольским, бесовским, нечистым. Ну, Юрий, посмотрите, когда с детских лет от молодых ногтей развращают, и в 14-15 лет они лишаются своей девственности и юношества, у них до брака большущий опыт. И тогда они вступают в брак, это как одно из приключений на жизненной грязной дороге. Я вам скажу такую вещь, Юрий, пожалуйста. Я знал одного человека, который к 30-ти годам хвастался, что у него было 200 побед над женщинами. К 60-ти годам это был полусумасшедший человек в язвах, в проблемах, и над которым тяготела рука Господня. Грехи не проходят даром, грехи не проходят даром. И в Бетхом Завете, посмотрите, как строго было. Девушка должна выходить девушкой замуж. Там за прелюбодеяние смерть и истребиться зло в Израиль. Посмотрите слова Христа, как строгие. Он говорит, что разводиться невозможно, кроме вины какой. Прелюбодеяние. Да. Посмотрите на слова апостола Павла, говорит, что некоторые не покаялись в нечистоте блудодеяния своего. И там интересная вещь, что таких людей достаточно в церкви. То есть в Коринфе было достаточно людей, которые не покаялись в нечистоте блудодеяния своего, будучи в церкви. И дьявол отлично знает, что возмездие за грех смерть. Дьявол отлично знает, что надо развратить молодежь, наших дочерей и сыновей, за тем, чтобы суды Божьи пришли. И смотрите, что получается. Чем больше грешников собирается в воскресенье помолиться Богу, тем меньше благословений Божьих. Потому что многим надо покаяться, чтобы Бог начал слышать молитвы и отвечать. Такой вопрос. Что является Хулуи на Дух Святой? Есть страшный стих в Священном Писании, послание к евреям, 6 глава, 4 по 7 стих. Там говорится о том, что люди, которые вкусили как благ Господь, которые были сопричастниками небесного и сил будущего века вкусили, а потом распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему, невозможно их обновлять покаянием. Иногда дьявол искушает верующих и говорит, ты похулила Духа Святого, ты похулил Духа Святого, тебе нет прощения. Человек кается, плачет, а дьявол ему говорит, нет тебе покаяния. Нет, это люди не похулили Духа Святого. Люди, которые похулили Духа Святого, это фарисеи, которые распяли Христа, это люди, которых невозможно снова обновлять, которых невозможно снова обновлять покаяние, потому что они распинают в себе Сына Божьего и ругаются ему. То есть это ожесточившие, сознательно ругающиеся над святынями христианства люди. Хорошо, а такой вопрос по ходу. Если мы действия благодати Духа Святого и чудеса, проявляемые как прямое действие Духа Святого, вмешательство с неба, если мы заменяем это и квалифицируем это как бесовским духом, якобы мы это делаем. Я понял идею. Это из того случая Иисуса Христа, когда Он исцелил этого человека, а фарисеи говорят бес в тебе. То есть Христос говорит, что там же в этом контексте и было сказано, хула на Сына Человеческого простится, а на Духа Святого не в всем, не в будущем веке. Да, есть и этот момент. Но понимаете, здесь какая ситуация? Иногда люди, которые злословят, допустим, христианство или определенные конфессии или чудеса и знамени, которые проявляются, они не сознательно, они действительно не понимают. Не понимают. Их научили так, им сказали так. Знаете, святая простота, когда это жгли Яна Гуса, а там старушка подкладывала огонь. Это одна ситуация. А есть другая ситуация, когда злословят сознательно. Вот это тоже может быть хулой на Духа Святого, когда человек сознательно, начиная чудеса, знамения от Бога, начинает называть сатанинскими и злословить все это. Да, может и такой момент быть. Но эти люди обязательно придут к тому же, что я говорил евреям, 6 глава, распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Человек, который имеет Духа Святого, он разумный человек. Он знает, что не только в его церкви Господь. Он знает, что Христос ходит среди семи золотых светильников. Он знает, что в любой конфессии есть люди, боящиеся Господа и приятны Ему. Он знает, что смирение, кротость и плоды Духа Святого — это отличительная черта истинных христиан. И он никогда не будет злословить. Люди, которые опускаются в злословие, как правило, они имеют проблемы с демоническим миром, потому что фарисеи, когда злословили Бога, да, Бога злословили, Христос сказал о них, что на седалище Моисея сели книжники и фарисеи. То есть седалище Моисея — это вожди Израиля. Моисей был благословенным и верный в Доме Божьем. А теперь он говорит, сели книжники и фарисеи. И потом о них сказано, они отвергли о себе волю Божью. Пастор Виктор, вопрос следующего содержания. Насчет нечистого Духа и человеческого Духа, разницу. Может, я неправильно записал вопрос, но нечистый Дух и человеческий Дух. Ну это большущая разница. Это большущая разница. Конечно. Ну смотрите, грешники имеют мертвый Дух. В момент покаяния Дух рождается, и рождается Дух человека. В момент покаяния. В момент покаяния человек рождается свыше. Он становится Детем Божьим. Ну написано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть Детьми Божьими. В момент покаяния мы получаем прощение грехов, усыновления, вечную жизнь. А нечистый Дух — это отдельная личность, которая состоит на службе у сатаны и имеет нечистый Дух и две задачи. Не допускать людей к покаянию. И вторая задача — верующих всячески соблазнять, отвлекать от истинного христианства. Молодой человек задает вопрос, если жена не хочет иметь интимных отношений, стоит ли ему разводиться и прочее, прочее. Я не знаю, по теме ли это нашей, но мне сказали, что он несколько раз задавал этот вопрос. Нет, я думаю, что лучше всего не о разводе думать, а лучше всего взять жену вместе, сходить к пастору и расспросить у пастора выход из этой ситуации. Потому что не может быть, не может быть, чтобы святой богобоязненный мужчина, имея верующую жену, не имел добрых отношений со своей женой. Там есть какие-то проблемы, там есть какие-то проблемы. И очень часто вот наступает момент, когда супружеского долга одна или другая сторона не выполняет. Это может быть виновна и жена, когда через это пытается давить на мужа и пытается доминировать и пытается сломить его. Я говорю, может быть. А может быть другая сторона. Муж неправильно ведет себя, не любит, унижает ее, оскорбляет ее, а потом, как ответная реакция, она закрывается и не хочет иметь ничего с ним. Поэтому мой совет не разводиться ни в коем случае, ни в коем случае. Идти к пастору, где вы ходите, в какую церковь и просить, чтобы пастор помог вам разобраться. Но там, по-моему, обоим покаяния надо. Есть пути освобождения, это 1, 2, 3. Можете ли вы формулу освобождения изложить? Или это есть что-то, то, что имеет место между Богом и между человеком? Если есть таковые пути, пожалуйста. Есть. Во-первых, в нашей церкви это объявляется. Люди читают и знают, что в субботу такого-то числа будет молитва о освобождении. Люди, которые сами измучены, которые сами жаждут, они, как правило, получают освобождение сразу или частично, но у них начинается процесс. То есть измученность человека. Человек приходит, слышит Слово Господне, исповедуется перед служителями отдельно, рассказывает свои грехи, убирает греховный мусор. Выясняем точно, не характер ли это. Может, это бесы или может, это характер. Если действительно бесы, тогда мы советуем пройти в зал для молитвы. И очень важно, чтобы не людей приводили. Ну, допустим, был такой случай у нас. Одного мальчика привели, мама привела, мальчику 53 года. Мать в 75 лет плачет, у него проблемы. Мы начали говорить с ним. Он говорит, а у меня никаких проблем нет. У того матери проблемы. Я не знаю, что она привела. Ну да, ну, выпиваю. А он мучит мать свою. И она уже не знает, куда его и как его склонить к тому, чтобы он получил свободу. Теперь возвращаемся к вопросу. Измученность человека. Человек кается. Мы не молимся абсолютно ни над одним человеком, который не принял Иисуса Христа как личного спасителя. Зачем? Даже если бес выйдет, служанки, бес вышел со служанки Филиппа. Толку с того апостола посадили в темницу. Покаялся, исповедался. Понимает ли он, что надо после освобождения и покаяния служить всецело Богу? Если он понимает, мы начинаем молиться. Молитва происходит просто обычно. Обычная молитва. Мы советуем людям просто сидеть. Служитель начинает молиться по микрофону и только начинает приказывать во имя Иисуса Христа, чтобы бесы уходили. Команда где-то человек 10-15. Бесы начинают проявляться. Служителя подходят к тем, где бесы проявляются и начинают отдельно молиться над ними. Человек, который жаждет свободы, хочет свободы, который исповедуется до донышка. Не просто вот, знаете, малой кровью от бесов не отделаешься. Они точно знают, какие грехи были. Бог знает и дьявол знает, какие у нас грехи. Если человек убирает весь греховный мусор, начинается освобождение. И люди получают освобождение. Не все, но те, которые жаждут, по крайней мере, я думаю, что из 10 человека 2 сразу получают освобождение, человек 5 начинается освобождение, им надо попросить прощения, выбросить из дому разные греховные вещи, потому что то парнокассеты лежат, то тяжелый рок, то какие-нибудь сонники, то гороскопы, то магии, то грязная литература. Мы говорим, что ты должен освободиться от всего этого. Он идет домой, освобождается. И начинаем молиться. Люди, которые хотят освобождения, получают освобождение, и Христос правду сказал, имени Моим будут изгонять бесов, и Он вчера и сегодня закончить. Возвращаясь к вашей мысли, к вашему практическому служению, вы подметили, есть мгновенное освобождение, есть процесс как поступательное. Пожалуйста, углубитесь немного. Вот мгновенно понятно, с криком там уходит, человека даже бросает может и прочее. Но поступательное освобождение, какой период, сколько времени может взять? Хорошо, давайте я расскажу пример. Вот такой пример. Одна девушка имела, допустим, назовем ее, назовем Устина ее, имела проблемы с бесами. Она пришла на наше служение, мы начали молиться, и Бог дал откровение, что у ней есть бесы. Бывает слово знание такое. Не всегда, но бывает. Она ушла и сказала, я не хочу, у меня ничего нет. Ну, пожалуйста, входим. Потом пришла отдельно и говорит, я хочу помолиться, меня мучают бесы. Я говорю, ну, вы же ушли, зачем вы пришли? Она говорит, я боюсь, я не хочу, чтобы все видели. Я понимаю, что будет сейчас. Начали молиться. Пожалуй, это был единственный или один из немногих случаев, когда в голосе беса было столько стали, что я почувствовал, что здесь очень серьезно будет. Бес сказал, она моя. Где вы были, когда мы ее расслевали с детства? Мы не выйдем, она моя. У них там был и один главный, и многое. И Устина исповедовалась. У нее было сложное детство. Она подверглась насилию. Она была в интернате и продвергалась насилию. Она вышла из интерната и в глухой русской деревне жила. И мужчины приходили, забирали ее к себе, отдавая матери там что-нибудь, кусок мяса или какие-то продукты. И мать отдавала ее. И потом она покаялась, пришла в церковь. У нее глубочайшие проблемы. Я уже говорил, Юрий, через сексуальные грехи, насилие, очень многие имеют проблемы с демоническим миром. Потом мы начали молиться на Густине. И мы молились семь раз с постами. Иногда двухдневный пост. И ей становилось лучше, лучше. Иногда бес отбирал у нее зрение секунд на 30. И она кричала, я не вижу ничего. А потом, я не слышу ничего. Он терзал ее, потому что окопался серьезно. И семь по сто было. Где-то, я думаю, полтора-два месяца. Ну, мы молились как. В неделю, допустим, и молимся один раз в неделю. Часа два-три. Ей лучше становилось. И однажды она просто рассказывала, говорит, я плакала перед Богом, и говорила, Господь, я все исповедала. Почему? Почему они полностью не покидают меня? И Господь дал ей откровение. Бог сказал ей, ты получишь свободу сегодня. Когда она пришла, начали молиться. Я когда-то одного было видение, он видел, как последний бес оставил ее. Это было лет семь назад. Иногда я встречаюсь у Устину, спрашиваю, как дела. Она говорит, отлично, отлично. Бог в моем сердце, и я служу ему. И те проблемы, которые были, ушли полностью. Пастор Виктор, к сожалению, время стремительно идет. Мы примем последний звонок. И затем я попрошу вас ответить на вопрос, как удержать все-таки освобождение. Заполучить освобождение бывает легче, чем затем удержать его. Ирина, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый день. Добрый день. У меня есть такой вопрос. Значит, мы с Мудром иногда, когда порваемся, и я, бывает, обижу его. И он не говорит со мной целую неделю. И я не знаю, как с ним поступать, потому что он это очень часто делает. Спасибо. Спасибо вам. Такой простой вопрос. Спасибо вам, Ирина. Ну, когда мы вечером склоняемся и читаем отчина, что там сказано, и прости нам долги наши, как и мы прощаем. Надо прощать. Потому что без прощения, особенно в семейной жизни, невозможно обойтись. Я женат уже 30 лет, и я понял две вещи из семейной жизни. Надо уметь прощать, просить прощения, и надо часто говорить жене, что люблю ее. Спасибо. Кстати, много просьб со стороны вас, друзья, чтобы один из эфиров, в следующий раз, пастор, мы провели на тему семейных отношений. Мы просто не задавали эти вопросы, потому что был ряд других вопросов. Пастор Виктор, как удержать все-таки освобождение? У нас две минуты осталось. Хорошо, я постараюсь. Удержать освобождение иногда еще сложнее, чем получить освобождение. После освобождения надо всецело отдать свое сердце Богу. Написано, не ходи на совет нечестивых, не стой на дорогих грешников, не сиди в собрании развратителей. Библия должна стать самой любимой книгой. Чистые мысли. Мысли надо осветить свои. И фильтрировать. Да, потому что истинное покаяние, Юрий, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Проблема в мыслях. Проблема в мыслях. Невозможно с греховными мыслями быть святым. Дальше. Друзья должны быть отличные, нормальные, богобоязненные. Хочешь, чтобы тебя развратили, дружи с развращенными. Хочешь быть богобоязненный, дружи с богобоязненными. Поэтому друзья должны быть хорошими. Дальше я бы советовал, чтобы была постоянная молитва. Человек нашел служение свое в церкви и, найдя служение, пребывал. Учился кротости и смирению. То есть работал над собой. Сокрывшись в боге, Юрий, мы недосягаемы для дьявола. То есть имеем иммунитет. Полный. Полный. Потому что тот, который в нас, сильнее. Как здорово. Просто потрясающе. Пастор Виктор, спасибо. В следующий раз вы уже приглашены. Спасибо. Мы проведем на тему семейных отношений. Это такая тема, вызываемая такой интерес большой. Поэтому вы уже приглашены. Считайте официально. Спасибо. Друзья, найдите возможность записать ее или заказать ее и отдать, распространить эту программу. Это истина. Она требуемая к тому, чтобы ее ярко освещать. Даже в церквах категорически говорить об этом. Это из слова. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. И для этого мы здесь. Поэтому еще раз. Будьте благословены. Всего хорошего. Доблагословит вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!